Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я Коряковцева Ирина Владимировна, методист по русскому языку и литературе информационно-методического центра. Рада приветствовать вас на августовском мероприятии для учтей русского языка и литературы в рамках сессии педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования города Толмска, которая сегодня проходит в необычном для нас формате. Предлагаю вам в дистанционном формате ознакомиться с представленными видеоматериалами, а затем, нажав на кнопку «Обратная связь», вы сможете поделиться с нами своими впечатлениями, задать волнующие вопросы, высказать свои предложения. Наша встреча дает нам прекрасную возможность обсудить накануне нового учебного года результаты работы, назревшие проблемы, проанализировать и определить пути их решения, а также наметить ключевые ориентиры дальнейшего развития. Тема нашей августовской встречи – профессиональное развитие педагога в условиях приоритетных задач национального проекта образования. Уважаемые коллеги, внедрение Федеральной системы профессионального развития педагогов, которая является одним из приоритетных направлений национального проекта образования, отражено также в федеральном проекте «Учитель будущего», который направлен на повышение уровня профессионального мастерства у 50% педагогических работников в 2024 году. Данная задача находит свое отражение в содержании деятельности Муниципального информационно-методического центра по повышению профессиональной компетентности педагогов. Методическое сопровождение, осуществляемое информационно-методическим центром, в настоящее время направлено на поиск новых форм и обновление содержания работы с педагогами. В этом, конечно же, помогают результаты анкетирования учителей русского языка и литературы по выявлению профпотребностей. Они, кстати, показали следующее, что учителя русского языка и литературы ориентированы не столько на предметное знание в рамках методики преподавания, сколько на знания и умения метапредметного характера, которые в настоящее время востребованы и составляют содержание профессиональной деятельности современного педагога. Обнаруживается потребность во владении методами и формами обучения, включающими педагогов в самостоятельную творческую деятельность, ориентацию на интерактивные формы работы. Для удовлетворения образовательных запросов учителей в план методического сопровождения на 2019-2020 учебный год были включены разнообразные организационные формы методической работы. Это мастер-классы, тематические консультации, в том числе и в дистанционном режиме, семинары-практикумы, экологические чтения, проведенные в рамках устойчивого развития. Впервые был проведен методический день учителя русского языка и литературы. Не стоит забывать об открытых уроках, педагогических квестах и проблемно-творческой группе. Мы с вами провели 32 мероприятия деятельностного типа, охватив 1160 педагогов, 1954 обучающихся, 308 обучающихся стали участниками муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Кратко остановлюсь на характеристике используемых форм работы, которые показали свою эффективность. Особый отклик учителей вызвали семинары-практикумы, разработанные коллегами школы номер 4, 25, 49, 36, лицеем Притомском политехническом университете, гимназии номер 13 и сибирским лицеем. Семинары проведены по актуальным темам. Включение зеленых аксиом в предметное содержание урока, ресурс познавательно-проблемной деятельности в освоении учащегося текстовой культуры, методы и приемы театральной педагогики в формировании коммуникативной культуры обучающихся, система подготовки к сочинению в рамках основного государственного экзамена и единого государственного экзамена, новые подходы к разработке кимов в условиях изменения системы оценки качества образования, методика составления компетентностных задач по русскому языку. Учителя из вышеуказанных общеобразовательных учреждений открыли для своих коллег новые аспекты работы в основной и старшей школе. В 2019-2020 учебном году были проведены методические мероприятия по актуальным направлениям, а именно по повышению качества образования. Одна из них, выявленная по итогам анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ, заключается в том, что наши ученики испытывают серьезные затруднения пунктуационного анализа и применения орфографических правил в письменной речи, затруднения при выделении проблем исходного текста и понимании целостного смысла текста. Огромную работу по обмену опытом взяли на себя коллеги из разных общеобразовательных учреждений. Остановимся на некоторых эффективных, наиболее значимых мероприятиях. В рамках подготовки обучающихся к ОГЭ был проведен семинар-практикум «Современные образовательные технологии в подготовке к ОГЭ как ресурс повышения качества образования на базе гимназии номер 55». Этот семинар включал в себя мастер-классы и презентационные площадки. Своим опытом поделились учителя русского языка и литературы из гимназии номер 55 Гара Елена Витальевна, из русской классической гимназии номер 2 Шестакова Наталья Винировна, а также Ахкобекова Халимат Зафировна, Березкина Тамара Алексеевна и Хритонова Ольга Геннадьевна из гимназии номер 13. Еще один семинар был организован уже в рамках подготовки к ОГЭ по теме «Современные образовательные технологии подготовки к ОГЭ как ресурс повышения качества образования на базе школы номер 4». Многие учителя отметили значимость представленных форм работы с обучающимся и выразили благодарность за практическую направленность семинара. Говорим спасибо учителям русского языка и литературы Ерпаловой Наталье Анатольевне и Ереминой Ольге Евгеньевне из гимназии номер 26, Докмос Анастасии Игоревне из школы номер 14, Париховой Ольге Святославовне, Киреевой Оксане Викторовне, Останиной Али Алексеевне, Киселевой Галине Викторовне и Риф Вере Григорьевне из школы номер 4. Надеюсь, подобные семинары станут традиционными и помогут коллегам качественно подготовить обучающихся государственные итоговые аттестации. Разработчики мастер-классов, семинаров – это учителя высшей категории отдельных школ города. Они умело применяют современные образовательные технологии в своей педагогической деятельности. Об этом свидетельствуют высокие учебные результаты обучающихся. Напомню, что это один из основных результатов не только проекта «Современная школа», но и концепции преподавания русского языка и литературы, плана ее реализации. Наряду с формированием предметных умений не стоит забывать и о метапредметных. Работа по развитию универсальных учебных действий сложна. В список метапредметных умений с низким процентом выполнения по результатам анализа государственной итоговой аттестации вошли следующие умения. Это осуществление причинно-следственного анализа, ориентирование в содержании текста, понимание целостного смысла текста, структурирование текста, а также сравнение и классификация. В этом направлении в течение года работала проблемно-творческая группа, компетентно-ориентированные задания как средства развития и диагностики универсальных учебных действий под руководством учителя русского языка и литературы школы номер 49 Ломакиной Мариной Ильиничной. Цель проблемно-творческой группы – разработка практического материала, направленного на развитие и диагностику универсальных учебных действий. Продуктом деятельности этой группы явился банк компетентно-ориентированных заданий для обучающихся 5-11 классов, который был сформирован следующими учителями – Лубиной Еленой Николаевной, Ткачок Дарьей Леонидовной, Ломакиной Мариной Ильиничной, Москвиной Ирмой Карловной, Череповой Ириной Владимировной. Не могу не обойти вниманием экологические чтения. На этом мероприятии мы с вами встретились третий раз. Тема «Новые грани филологического образования в интересах устойчивого развития» объединила учителей русского языка и литературы из гимназии номер 18, 26, 55, лицей номер 7, а также школ номер 19, 40, 43, 44, 16 и 12. Тема сложна и нова для нас, поэтому вдвойне приятно, что имеются учреждения, которые системно работают в рамках устойчивого развития. Педагогами было отмечено, экологическое образование в интересах устойчивого развития в школе уже не сводится только к охране природы и рациональному природопользованию, а рассматривается как общекультурное образование, построенное на интеграции естественно-научных, гуманитарных, технических предметов. Отрадно, что педагоги, работающие в данном направлении, ежегодно делятся своими открытиями с коллегами. Особое внимание в проекте «Учитель будущего» уделяется молодым педагогам, так как система нуждается в обновлении кадрового состава образовательных организаций, в закреплении в отрасли молодых и талантливых педагогов. Один из показателей реализации проекта – не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет должны быть вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. Молодые учителя русского языка и литературы привлекались к участию в образовательных мероприятиях, для них педагогами и наставниками были проведены образовательные мероприятия «Школа педагогического мастерства» на базе русско-классической гимназии номер 2, семинар «Тексты сплошные и несплошные, полнота понимания текста, приема и осмысления текста» на базе школы номер 30. За искреннюю поддержку, знания и опыт, методическое сопровождение молодых учителей благодарим наших замечательных и опытных коллег Рифа Веру Григорьевну, Берцун Елену Ивановну, Киселеву Галину Викторовну, Кирееву Оксану Викторовну, учителей русского языка и литературы школы номер 4, Панову Светлану Витальевну, учителя лицея номер 7, Алтухову Ольгу Николаевну, учителя школы номер 23, Лубиною Елену Николаевну, учителя литературы и русского языка школы номер 58, Головину Дарью Сергеевну из гимназии номер 55, Хмелеву Светлану Дмитриевну и Положенцеву Ирину Анатольевну, учителей русского языка и литературы гимназии номер 26, Каричеву Надалю Эдвиновну, учителя русского языка и литературы гимназии номер 55, и Подрезову Ирину Ванну, учителя русского языка и литературы школы номер 36. Ежегодный информационно-методический центр проводит ряд конкурсов профессионального мастерства. В 2019-2020 учебном году достойную конкуренцию молодым педагогам-предметникам составили учителя русского языка и литературы. Так, в конкурсе профессионального мастерства учитель года участвовало два молодых педагога. Это Лоренц Марина Николаевна, учитель русского языка и литературы школы номер 12 и Сосина Алена Игоревна, учитель русского языка и литературы школы номер 26. Алена Игоревна стала финалистом муниципального этапа конкурса профессионального мастерства учитель года. В муниципальном конкурсе педагог-наставник приняли участие Апарин Наталья Александровна и Фредриксон Елена Константиновна из школы номер 30, а также Синтиков Илья Александрович, учитель русского языка и литературы школы номер 70. Вашего участия ждут другие, не менее интересные конкурсы. Уважаемые молодые педагоги, горите желанием и у вас все получится. Надеюсь, что в следующем учебном году руководство школ и руководители методических объединений будут способствовать участию молодых педагогов в профессиональных конкурсах. Хочется верить, что в 2020-2021 учебном году список участников конкурсов пополнится учителями русского языка и литературы. В контексте профессионального развития педагога ведущая роль принадлежит новым эффективным методам обучения, образовательным технологиям, что положительно повлияет на повышение качества образования. Это направление остается актуальным и в этом учебном году. Наиболее интересными, но мало используемыми на сегодняшний день остаются технологии учебного проектирования, технологии смешанного обучения и перевернутого класса. Особого внимания заслуживает технологии дистанционного и электронного обучения. В июне 2020 года были опубликованы поручения президента Владимира Путина Рособорнадзору, Минпросвещения и Миноборнауки, призванные улучшить качество образования в России. Одно из них – это усовершенствовать существующие образовательные технологии, учитывая полученный опыт работы в дистанционном формате во время мер по нераспространению. В связи с этим актуальным остается использование возможностей электронных ресурсов, сервисов, платформ в образовательном процессе, несмотря на то, что много уже освоено в этом направлении. Анкетирование учителей русского языка и литературы показало, что есть опыт работы в сервисах Zoom, Я-класс, УЧРУ, Google Forma, Российская электронная школа, школьная цифровая платформа Сбербанк. Это самые распространенные, универсальные и доступные платформы для онлайн-обучения. Выражаю благодарность учителям русского языка и литературы, подготовивших видеоконсультации по освоению образовательных платформ для педагогического сообщества города Томска. Наставка Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы гимназии номер 56, подготовила видеоконсультацию для учителей русского языка и литературы по теме «Работа учителя русского языка на образовательной платформе Я-класс». Кондрашова Ольга Максимовна, учитель русского языка и литературы школы номер 34, подготовила консультацию создания модуля по литературе на платформе Сбербанка, с которым можно ознакомиться, пройдя по ссылке, указанной в презентации. Важнейшие условия успешности педагогической деятельности – это готовность к непрерывному педагогическому развитию. Несомненно, успех детей тесно связан с успешностью педагога. Наши дети ежегодно принимают участие в различных всероссийских межрегиональных конкурсах, особое место среди которых занимает Всероссийская Олимпиада школьников. Подготовили победителей и призеров Всероссийской Олимпиады школьников-учителя русского языка и литературы из Академического лицея, Сибирского лицея, Гуманитарного лицея при Томском политехническом университете, лицей номер 51, из гимназий 6, 13, 18, 24, 26, 29, 55, из русской классической гимназии номер 2, школы Перспектива, а также школы 3, 23, 25, 33, 46, 49 и 53. Желаю, чтобы в следующем учебном году победителей и призеров стало больше не только на муниципальном, но и на региональном уровнях. Ведь это хороший ресурс для повышения качественной успеваемости по предмету. Но такому успеху всегда предшествует большая подготовительная работа. Проект «Успех каждого ребенка» предполагает увеличить охват детей до 12% в межмуниципальных центрах по работе с одаренными детьми. Уже сегодня на базе Академического лицея, гимназии номер 26 и 6, а также Центр планирования карьеры учителями ежегодно проводятся олимпиадные тренинги по русскому языку и литературе. Хочется сказать им огромное спасибо. Надеюсь, что в 2020-2021 учебном году количество обучающихся участников олимпиадных тренингов возрастет. Муниципальная система образования создает оптимальные условия для участия обучающихся в проектах, конкурсах, олимпиадах, нацеленных на раскрытие и развитие способностей, талантов всех детей без исключения. Конференция «Юные дарования», муниципальные юниорские олимпиады, всероссийский конкурс «Часов Живая классика» и «Страница 20», участие в мероприятиях муниципальной сетевой площадки по сопровождению одаренных детей и другие мероприятия. Учителя и обучающиеся общеобразовательных учреждений города Томска приняли участие в деятельности муниципальной образовательной сети по языковой и лингвистической компетенции. По данному направлению в 2019-2020 учебном году работали школы номер 2, 3, 25, 30, 33, 37, 49, 50, 68. Гимназии номер 13, 24, 26 проведено 18 мероприятий, в которых приняли участие 1248 обучающихся и 498 учителей. А гимназия номер 26 провела 4 мероприятия, это две викторины «Томск литературный», городской конкурс, медиапроект о формате буктрейлера «Страница читали 2020» и городская дистанционная метапредметная игра «Странные континенты», очевидно и невероятная по теме «Вечно юный, старинный Томск мой» по мотивам произведений томских писателей. А в 49-й школе прошла 4-я региональная метапредметная компетентностная игра «Конкурс» по работе с художественными текстами «Искателей смыслов». В этой игре приняли участие 179 обучающихся. Спасибо учителям, научным руководителям за подготовку и сопровождение детей. Уважаемые коллеги, все из нас знают, что участие в профессиональных конкурсах способствует повышению профессионального мастерства. Основной целью участия в конкурсах профмастерства выступает стимулирование педагогов к принятию творческо-деятельностной позиции, актуализации и презентации педагогических находок и достижений, а также развития педагогической рефлексии. Поздравляю глубину Елену Николаевну, учителя русского языка и литературы школы номер 58. Она стала призером Всероссийского профессионального педагогического конкурса «Исследовательские компетенции современного педагога в условиях ВОЗ». Елена Николаевна также является победителем муниципального конкурса «Две звезды. Наставник и молодой педагог». Ее коллега из этого же образовательного учреждения школы номер 58 Вараулина Светлана Владимировна стала призером Всероссийского профессионального конкурса «Исследовательские компетенции современного педагога в условиях ВОЗ». Подрезова Ирина Ивановна, учитель русского языка из 36-й школы, и Борисова Светлана Ивановна, учитель 58-й гимназии, стали победителями регионального конкурса «Достоевскому посвящается». Сабирова Джамиля Тимиршеховна, учитель русского языка и литературы школы номер 25, стала победителем конкурса «Две звезды. Наставник и молодой педагог». Рудник Дарья Сергеевна получила диплом победителя в муниципальном конкурсе «Сценарий урока». Это педагог из гимназии номер 55. А также Каричева Наталья Эдвиновна, учитель русского языка и литературы гимназии 55, стала победителем межрегионального конкурса за лучшую методическую разработку учебного занятия «Работаем ПОВГОЗ». Победители и призеры региональной лингвистической олимпиады в 2019-2020 учебном году перед вами. Это учителя из 22-й школы Перевозчикова Марина Юрьевна, Черепанова Татьяна Никитична, Софьина Валентина Алексеевна, Блучева Валентина Ивановна, Ложникова Ирина Тимофеевна, молодой педагог Зорин Даниил Сергеевич из 34-й школы, педагоги из 49-й школы Писаренко Александра Евгеньевна и Черепова Ирина Владимировна. Докмос Анастасия Игоревна, учитель русского языка и литературы из 14-й школы, также стала победителем региональной лингвистической олимпиады. Она же стала победителем названия лучшего учителя Томской области. Кривенкова Мария Валерьевна, учитель русского языка из 14-й школы, стала победителем лингвистической олимпиады. Педагоги гимназии номер 55 в лице Борисовой Светланы Ивановны и Рудник Дарьи Сергеевны стали победителями муниципального конкурса «Педагогический дуэт». Коллеги, разрешите перейти к награждению учителей грамотами Департамента образования и информационно-методического центра. Грамоты Департамента образования за активную профессиональную позицию и реализацию национального проекта образования, методическую помощь и поддержку педагогам города Томска, конструктивное сотрудничество, обогащающее педагогическое сообщество награждается учитель русского языка и литературы школы номер 49 города Томска Ломакина Марина Ильинишна. Грамоты Департамента образования награждается Луговская Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы русской классической гимназии номер 2. Коллеги, с чувством огромной благодарности, хочу перечислить коллег, работа которых отмечена грамотой информационно-методического центра. Алтухова Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы 23 школы, награждается грамотой за высокий профессионализм и личный вклад в реализацию совместных проектов, направленных на развитие профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями национального проекта образования. Награждается учитель русского языка и литературы школы номер 37 Вильдяева Татьяна Юрьевна. Награждается учитель русского языка и литературы школы номер 28 Сосина Алена Игоревна. Грамотой информационно-методического центра награждается учитель русского языка и литературы гимназии номер 55 ГАА Елена Витальевна. Награждается учитель русского языка и литературы лицея номер 1 имени Пушкина Хайльдинов Максим Марсович. Дорогие коллеги, уважаемые учителя, в нашей команде нет случайных людей, вы все профессионалы, с вами приятно и интересно работать и я надеюсь, что в этом учебном году наше сотрудничество будет творческим и плодотворным. Уважаемые коллеги, разрешите перейти ко второй части нашей встречи, а именно к перспективным направлениям методической работы в 2020-2021 учебном году. В соответствии с майским указом президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года, правительством Российской Федерации разработан национальный проект образования, в ходе реализации которого необходимо обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей. Вы их видите на экране. Первое – это обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. И второе – это воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Приоритетным в деятельности учителей русского языка и литературы в большей степени будет достижение первой цели. Это направление работы является приоритетным для нас и актуальность его возрастает. В соответствии с анализом профпотребности учителей русского языка и литературы на основании ряда приказов, распоряжений департамента образования, а также реализации концепции преподавания русского языка и литературы, в рамках приоритетных задач национального проекта образования обозначились значимые направления методической работы в 2020-2021 учебном году. Вы их видите на слайде. Это методическое сопровождение в ГОС основной школы, старшей школы, инклюзивное образование, а также реализация плана мероприятий в рамках концепции, реализация муниципальных проектов, учитель будущего, современная школа, успех каждого ребенка, повышение качества образования и методическая работа с начинающими учителями. В 2020-2021 учебном году методическая работа по модернизации содержания образования и образовательного процесса в сопровождении реализации концепции будет включать организацию проведения семинаров. Среди них ВОК-кафе проектирования образовательного метапространства для реализации требований ГОС, а также мероприятия в формате печи-куча, эффективные подходы к преподаванию гуманитарных предметов, способствующих повышению качества образования. В этом году традиционно пройдут четвертые экологические чтения в рамках устойчивого развития. И особое место в плане занимают мероприятия, посвященные технологиям дистанционного обучения. В рамках методической работы с начинающими учителями включены тьюториалы, несколько воркшопов и онлайн-дискуссия в рамках стажировочной площадки. В этом году у нас две с вами стажировочные площадки. Также ряд образовательных событий по формированию читательской грамотности, серия тематических консультаций по подготовке к конкурсным испытаниям, ряд квестов для молодых педагогов. Традиционно уже второй раз запланирован день учителя русского языка и литературы и пройдет фестиваль проектов внеурочной деятельности среди молодых учителей. Как вы видите, формы работы с молодыми учителями достаточно разнообразны, приглашая молодых учителей и их наставников на вышеперечисленные образовательные мероприятия. В контексте приоритетной задачи по повышению качества образования вашему вниманию будут предложены не только семинары-практикумы, посвященные государственной итогу аттестации, но и серия мероприятий в рамках стажировочной площадки, организация работы по подготовке обучающихся государственной итоговой аттестации и государственному выпускному экзамену, запланированы тренинги по подготовке к Всероссийской Олимпиаде школьников как для обучающихся, так и для учителей их готовивших. Традиционно они проводятся ведущими учителями академического лица и гимназии номер 26. Мероприятия будут посвящены не только русскому языку, но и литературе. В этом учебном году для обучающихся старшей школы будут вестись уроки учителями-экспертами из общеобразовательных учреждений города Томска. Уроки будут проходить в виде тематических видеоконсультаций и тренингов на платформе Moodle информационно-методического центра и будут посвящены такие уроки разбору типичных ошибок, часто допускаемых выпускниками. Уважаемые коллеги, я приглашаю вас к участию во Всероссийском конкурсе компьютерных игр «Шаг к устойчивому развитию» и к участию во Всероссийском конкурсе «Фотографии. Удивительные открытия. Познаем друг друга». Подробную информацию вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке, указанной на слайде. Уважаемые коллеги, я обзорно познакомила вас с основными направлениями развития муниципальной системы образования. Нам с вами предстоит большая работа, но если мы будем работать вместе, то сможем решить любые задачи. Успешной и результативной всем работы. Уважаемые коллеги, мои дорогие учителя русского языка и литературы, я поздравляю вас с новым учебным годом. Следите за новостями информационно-методического центра на наших сайтах, а для вашего удобства новости можно прочитать и в социальных сетях. Штрих кода вы видите на слайде. До встречи на наших мероприятиях. Спасибо!